Здравствуйте, я робот-гид по инновационным проектам Управления образования Восточно-Казахстанской области. Глава государства Нурсултана Зарбаев в своем послании «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность» отметил «Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей, критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Продолжение следует... Продолжение следует... На сайте управления образования функционирует автоматизированная программа мониторинга качества образования, необходимая для сбора, хранения и обработки статистической информации. В базе действует интерактивная карта, где можно найти полную информацию об организациях образования, отслеживая динамику развития детей с особыми образовательными потребностями. Действует раздел «Сотрудники», где отражаются данные о педагогических кадрах нашей области по образовательному уровню, по категории и повышению квалификации. Также на сайте создан банк резюме учителей с полной информацией о квалификации и опыте работы. Благодаря автоматизированной программе мониторинга качества образования, стало быстрее и удобнее следить за уровнем успеваемости учебного заведения региона. С начала 2015 года формируется рейтинг деятельности отделов образования области. Главное его преимущество – создание здоровой конкуренции среди районов и городов региона. Казахстандық брендеруды жанғырты мақсатында соңғы жылдар елімізді мектептерінде оқытудың жаңа технологиялар енгіздей бастады. Осында айдестерден бірі облыс мектептердің оқушылар үшін бірынға интерактивті дептант күнін өткізу олып табылады. Интерактивті дептант үш тілділікті дамытудың 2016-2019 жылдар жарналған үшкіз Қазақстан облысының кешенді жоспарымен Қазақстан республикасында білімдерді және ғалымды дамутылы мемлекеттік бағдарламасында көрсертілген міндептерді орындау мақсатында зерленді. Бұл жанғашылықтығы облыс мектептері үшкілдердің сауатылық тенгейін анықтап, тілдер бойыншыра біліміз сапасыны әділ бағаберің есептеген тигзеді. Что касается проекта КНОВМИРА, в рамках него ведется работа с детьми с особыми образовательными потребностями. Основной целью являются выявление детей с ограниченными возможностями заинтересованных в IT-сфиле, оказывая помощи в получении дополнительных знаний с использованием интернет-технологий, в том числе дистанционных консультаций на сайте образовательного портала. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области проживают более 15 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Из них школьного возраста 70%. Навдаму апучается более тысячи. Целевая аудитория проекта составляет 518 детей. Білім порталының базасында областық білім басқарымасы мен жүзеге асатын түрлі жопалардың тараулары құрастырылды. Олардың бірі-бірнеші вағатты қамтыу отырған бұлышақ номандар жопасы. Бұл құшларың кәсіпі дайындағымен ұларың іртің кәсіпті бағдарыңың инновациялық әлементі әнжасауға бахталған кешінді жешім. Бұл жоғанғы бірмін, мектебі құшлары әлектроніка, роботты-техніка, бағыты ламалау, үшде үлгіліу, мультимедиалық журналистика, және тағыда басқа бағытарда оқып менгередім. Раздел «Я.Инженер» предполагает обучение передовым инженерным технологиям и привлечение подрастающего поколения техническую сферу со школьной скамьи. Обучают их учителя информатики и физики, прошедшие специальные курсы. Проект реализованный благополучно внедрён с 2016 года. На сегодняшний день в более чем 350 образовательных учреждениях региона проводится курс «Я.Инженер». Поэтапный план внедрения проекта составлен до 2019 года. Курс даёт возможность развивать творческое мышление, а процесс обучения проходит в интересной и доступной форме. Результат не заставил долго ждать. Учащиеся приняли участие в Международном чемпионате по профессиональному мастерству среди учащихся с ограниченными возможностями DevSkills и начальному профессиональному мастерству JazzSkills, который прошёл в Астане в мае этого года. Возрастной категории 14+, область представили две команды. Обе команды заняли патчетный третий местор по компетенции инженерный дизайн. Мультимедиалық журналистика жобаза оқушыларға мамандықтың қырысырмен жақын рақтамызуға және мультимедиалық технологияларды полданудың дағытларын менгеруге мүмкіндет береді. Мультимедиалық журналистика курсы мектебу кушылары арасында пөрнеші қызметті қатаралық жүріялардың әмдегі вапы мандарды дайындуға негізделген. Жоба област мектебтерінде икімгон жетчіршылдың бастынан басты бенгіздей бастады. Хазыра танғы областың екізден үден астан мектебінде баспасыз орталықтары выжымыз жосаудан. С начала года, совместно с учащимися школы, было создано множество видеосюжетов на различные темы. Данная работа публикуется на социальной странице Junior Press VK, ВКонтакте и одноименном единым ютюб-интернет-канале. На сегодняшний день в рамках проекта проводятся конкурсы видеороликов «Школьная пора». Примейте наши поздравления и туган джеден табираты среди школьников региона. Ағындағы жылы област мектебтердің оқушылары арасында тұңгышырет үште өлгілеумен мультимедиялық журналистика бойынша үште әлем областық чемпионат өткізілді. Чемпионатқа 10+, және 14+, жас ерекшеліктері бойынша қаламен аудам мектебтерінен 20 команда қарысқан боладың. Чемпионаттың жөмен паздары айте білім болашынық қарқадам айте фестивалінде марапатталды. Фестивали отғыздың әлемді қаламдаған және бейл пеғзіншің әлемді қаламдың атырылған жүн. Айте фестивали отғыздың әлемдің қаламдағаның әлемдің қаламдалым, үште әлемдің қаламдаған айтын іәлемдің қаламдың және қаламдай, әлемдің әлемдің, айтамасыз етедің. Юные изобретатели презентовали более 70 научных проектов. Стоит отметить, что на фестивале поучаствовали и отечественные IT-компании. Также мероприятие посетил и директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Казахстан Раиса Шер. По итогам мероприятия номинацию «Лучший IT-проект» независимые эксперты присудили воспитанникам школы-интерната Акнирд, Тавиеву, Эрзату и Владиславу Лохно. Победили ребята благодаря своему проекту «Умная теплица». Помимо этого, на эти фестивали были подведены итоги ряда конкурсов, такие как «Шаг в будущее», который проводился среди педагогов области, и лучший веб-сайт организации образования, где победила школа имени Жанбыла областного центра. В конце фестиваля всем участникам вручили грамоты и ценные подарки. Еще одним приятным сюрпризом для конкурсантов стал билет на посещение международной выставки «Экспо-2017». Областық билен басқармасындағы жұмыс бағаттарының бірі бұл бектеп оқушыларының түрлі конкурстарға, олимпиадалар мен жарыстарға қатысуын емдастыру болып табылады. 2016-шы «Экім» 17-шы оқушылында 215-шы жоу оқушы интеллектуалдығы қалепиадаларға конкурстарға және ғылмей жарыстарға қатысқан болатын. Олардың үшінде жүзбес мұнда оқушы жүзлегелер қатарынан көрінебілді. Бұл жалба оқушылар сандының 49 паезын құрайды. Команда одарённых ребят нашей области в 2016-2017 учебном году в интеллектуальных соревнованиях международного и республиканского уровня завоевала 179 медалей, из них 44 золотых, 53 серебряных, 82 бронзовых. На протяжении последних нескольких лет на республиканских интеллектуальных олимпиадах научились соревнованиях и в конкурсе исследовательских работ среди учащихся с 1 по 7 классы команды области традиционно завоевывает первые места и звание лучшей олимпийской команды. Школьники области в составе национальной интеллектуальной сборной республики Казахстан принимают участие и становятся призерами значимых международных олимпиад в России, Грузии, Бразилии, Швеции, Испании, Китае, Сингапуре и Южной Корее и Индии. С целью популяризации рабочих профессий, повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки в марте 2017 года был проведен региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills ШВС среди молодежи по 11 компетенциям. Электромонтажные работы, мехатроника, ресторанный бизнес, кладка кирпича и штукатурные работы, сварочные технологии, поварское дело, парикмахерское искусство, сетевое и системное администрирование, токарные работы на станках с программным числовым управлением, инженерная графика системы автоматизированного проектирования. Оңғырдың студенттері екі күн бойы әрмамандықтың үздігін анақтады. Жергілікпет чемпионанттың женген баздары ағындағы жылын мамыр айында, ел ордада өткен ғорлық скилыс Қазақстан 2017-і ұлттық турнирінде жаз Қазақстанның намасын қорғады. Проект школа ВУЗ-предприятия реализуется одновременно несколькими заинтересованными сторонами, организациями образования Восточно-Казахстанской области, ВУЗ-ами имеющие профильные кафедры по техническим специальностям, а также предприятиями региона. Проект предполагает профессиональную вузовскую подготовку высококвалифицированных специалистов из числа представителей технически одарённой молодёжи. В рамках сотрудничества школа ВУЗ впервые в области запущен проект Субботний университет, который предполагает обучение школьников преподавателями вузов региона. Управлением образования области уже создано немало проектов для адаптации молодёжи в современном обществе. Данная работа продолжится и в будущем, ведь темп динамичного развития страны требует наличия образованных, креативных молодых людей, способных достойно встретить самые сложные вызовы современного мира.